Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 8 февраля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. На вчерашних торгах отмечался резкий всплеск надежд на скорое достижение соглашения между греческим правительством и частными инвесторами по вопросу списания греческого долга. По сообщениям СМИ, предварительное согласование программы жесткой экономии, необходимой Афинам для получения нового пакета помощи, уже было достигнуто, и правительству осталось лишь формально утвердить его. Рынок проагировал на это резким ростом курса единой европейской валюты. Кроме того, еще одним фактором, поддерживавшим евро, стало выступление в Конгрессе горловой ФРС Бена Бернанки, который продемонстрировал весьма пессимистичный взгляд на перспективы национальной экономики. Бернанки назвал темпы восстановления экономики США удручающей слабыми и подчеркнул, что новая ставка безработицы 8,3% недооценивает слабость рынка труда. Инвесторы восприняли это заявление как указание на то, что Федеральный резерв не отказывается от планов дальнейшего стимулирования экономики. В результате стремительный рыбок евро-доллара прорвал верхнюю границу восьмидневного диапазона и достиг новых максимумов 2012 года на отметке 1,3269. Здесь восходящее движение пары было остановлено на фоне поступившего сообщения о переносе встречи лидеров политических партий Греции для согласования чернового варианта программы экономических реформ, что автоматически поставило под сомнение все предыдущие утверждения об уже готовом соглашении. В нашем прогнозе на сегодня ожидаем нисходящую коррекцию пары к вчерашнему подъему и снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,3232, 1,3206, 1,3169 и 1,3150. Если евро не удастся преодолеть уровень дневного разворота 1,3206 и закрепиться под ним, возможно продолжение подъема в направлении 1,3334, а далее возобновление снижения к вышеназванным уровням. Британский фунт в условиях совершенно пустого экономического календаря дублировал на вчерашних торгах ценовую динамику единой европейской валюты. Двигаясь в фарватере евро-доллара и пройдя на подъеме 116 пунктов, фунт достиг в ходе американской сессии новых максимумов, зафиксировав закрытие дневной торговли на отметке 1,5895. В нашем прогнозе на среду предполагаем нисходящую коррекцию пары к вчерашнему подъему и снижение британской валюты к целевым уровням 1,5862, 1,5839, 1,58 и, возможно, к 1,5773. Если британской валюте не удастся пробиться ниже уровня дневного разворота 1,5862 и закрепиться под ним, возможно, продолжением подъема в направлении 1,5933, а затем возобновление снижения к вышеназванным уровням. На вчерашних торгах в Европе курсы драгоценных металлов продолжили предыдущее снижение, чему способствовало сохраняющееся давление на высокодоходные активы и беспокойство инвесторов по поводу ситуации в еврозоне. Стоимость фьючерсов на золото от максимального уровня в Азии 1729,70 опустилась к началу американской сессии до отметки 1710,07, а котировки по серебру потеряли 66 центов, протестировав на снижении минимальный уровень 33,15 долларов за тройскую унцию. Однако обвал доллара на американской сессии вызвал стремительное восстановление курсов металлов. К закрытию торгов в Нью-Йорке золото вернулось к недельным максимумам, зафиксировав рост котировок на отметке 1749,59 долларов, а серебро по итогам торгов вновь достигло верхней границы диапазона, установив максимальный уровень подъема на отметке 34,34 доллара за тройскую унцию. В экономическом календаре среды Швейцария опубликует данные по количеству безработных и уровню безработицы, приведущий показатель 3,1%. В Германии выдут итоговые показатели баланса внешней торговли, в том числе объемы экспорта и импорта продукции. В Канаде будут опубликованы данные по количеству закладок новых фундаментов, а в статистике США будут представлены объемы запасов бензина и сырой нефти, по данным Министерства энергетики. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.